У них у всех есть нечто общее, они успешные. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, вы смотрите «Бизнес по существу», ведущий сегодня Геннадий Жужлев, заместитель председателя управления Евразийского банка развития. И совладелец компании «Контент-Медиа» Ольга Трубачева. И наш гость сегодня Илья Пост, заместитель председателя управления «Альфа-Банка». Сначала будет вопрос, короткие вопросы и короткие ответы. Илья, ваше самое ценное качество как руководителя? Работа с Лигмой. Я люблю людей, я их люблю растить, люблю строить команду. Работа с Лигмой – это процесс. А качество какое? Любовь к людям? Я считаю, что мое качество – это хорошее умение работы. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Хоккей, Омский авангард. Почему? Какой выбор? Я родом из Омска. Может быть, помогаете как-то команде? В меру сил болею. Есть книга о бизнесе, которую могли бы порекомендовать? Знаете, в разный момент времени их было несколько. Несомненно, это Драйзерфинсист. Но есть, наверное, книги, которые определили судьбу. Это есть такая книга Лесли Воллер «Банкир». Я прочитал ее в первый раз, помню, в лет 14-го, в лет 20-го, с небольшим. И вот несколько лет назад третий раз. И каждый раз она, как-то меня, была знаком с событиями. Ну и, наверное, еще «Барберовый ворот». Деньги любите? Хорошо, когда они есть, но они не являются целью. Ну, то есть, это скорее нет. Это скорее ровное отношение. Правильное, ровное отношение. Умеете признавать ошибки и извиняться? Да. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Наверное, можно, потому что друзья из общей работы у меня появлялись, но никогда не начинал работу с друзьями. Поэтому это скорее обратная причина-следственная связь. Вспостранен ответ, когда становятся друзьями в процессе успешного. Кем хотели стать в детстве? Ну, знаете, совсем в детстве, наверное, не вспомнил. А вот лет как раз с 14 банкиров. Это мы уже помним. После книги. Да. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Скорее, да. Опишите вашу жизнь в пяти словах. Ну, наверное, основные составляющие – семья, работа, целеустремленность. Еще два. Еще два. Ну, тогда еще раз семья и семья. То есть получается, что перевес дойдет в пользу семьи? Я бы так сказал, это как цель. Не всегда удается добиться перевеса в пользу семьи, но очень хочется. Ну, теперь по существу. Теперь как раз про бизнес. Илья, у меня к вам вопрос как к главному операционному управляющему корпоративно-эмоционального банка. Скажите, каков портрет целевого клиента вашего банка? Что является для вас приоритетом? Вы знаете, мы много работаем над тем, чтобы определить целевых клиентов. И есть разные варианты. Есть начиная с того, что просто по размеру клиента – маленькие, средние, большие, микро, огромные и так далее. Есть для нас какие-то приоритетные отрасли, приоритетные сегменты. Но в целом мы стараемся работать с теми, кто и помогает быть нашим клиентом, быть успешными. Поэтому мы видим в этом определенную миссию, чтобы помогать нашим клиентам добиваться успеха, тем не менее, у всех возможностей на финансовом рынке. Если говорить про целевого клиента, то это скорее средние и среднекрупные корпорации. А к средним и среднекрупным корпорациям в относите компании? Ну, условно, если мы говорим про показательные выручки от 100 миллионов долларов до миллиарда. То есть это вот ключевые клиенты, вокруг которых мы строим отношения. Не значит, что мы с ними строим отношения, с остальным и нет, а вокруг них. То есть их поставщики, их покупатели, их подрядчики, их контрагенты – это огромная сеть. Можете назвать количество клиентов, вот какое-то клиент, сколько у вас? Ну, оно считается десятками тысяч. Если включать, так называемый, массовый бизнес, как у нас такое название есть, относительно маленьких предприятий, ЧП и так далее, это несколько, пятьдесят, если не ошибаюсь, там 75-78 тысяч. Поскольку они прибавляются по несколько тысяч в месяц сейчас, 78 или 75 на текущую дату, я больше точно не скажу. Поэтому, когда мы говорим про целевых клиентов, у нас, с одной стороны, есть вот эти средние корпорации, вокруг которых мы строим цепочки, с другой стороны, это другой акцент, у нас может быть несколько одновременно акцентов, это построение банковых для этих небольших клиентов, коих мы сейчас привлекаем тысячами ежемесячно. Пора спросить, куда такими темпами, да, куда такими темпами банк планирует прийти? Что за стратегия такая? Ну, действительно, в банке принята стратегия, как бы есть стратегия целиком банка, есть стратегия отдельных направлений, стратегия корпоративно-эзиционного банка. Мы стремимся, уж если мы заходим на какой-то рынок и занимаемся каким-то бизнесом, мы стремимся занимать на нем какую-то значимую долю рынка, не знаю, числяемые 5%, да, в каком-то долгосрочном плане. Будь то рынок кредитования, будь то рынок пассивов, там, срочных, до востребования, рынок факторинга, торгово-финансирования, любой другой бизнес корпоративно-эзиционный. Поэтому, если говорить про объемные показатели, они такие. Если говорить про цель, то наша цель, конечно, давать клиенту как можно более широкий спектр услуг, так, чтобы клиент получал максимум сервиса в банке, при этом не цель, как бы, ну, там, не единственная непривичная цель его кредитовать. Если мы можем дать клиенту сервис, который позволит получить, ну, для него определенный набор услуг, и мы при этом зарабатываем не только не столько на процент по кредиту, для нас это только хорошо. Есть приоритеты по секторам, если мы говорим про крупные компании, но они не догма, они меняются, ну, рынок меняется, да, то есть у нас, по-моему, в прошлом году было выделено пять ключевых отраслей, с которыми мы в первую очередь работали. Сейчас мы обсуждаем, возможно, что мы одно из направлений исключим, ну, из других направлений добавим. Туда входит девелопмент, входит транспорт, входит ритейл, входило ПК, и, возможно, будет входить машиностроение. Машиностроение. А вот будет или не будет входить, это ПК, да, как раз? Ну, давайте я не буду раскрывать, у нас, кстати, у нас внутренний большой спор, да, что из этого войдет, выйдет, может быть, будет шесть, я не догма, что их должно быть пять или четыре, но, правда говоря, на том, что мы не можем фокусироваться одновременно на 10-15 отраслях, потому что, ну, ресурс качественных менеджеров, он ограничен, да, как бы, и если мы хотим добиваться успеха в каких-то отраслях, в решениях продуктовых для каких-то клиентов, мы должны на чем-то концентрироваться. Мы говорим, что вот здесь, вот здесь мы добились определенных решений, добились определенных успехов, ну, и, например, у нас есть большие интересные проекты в металлургии, в электроэнергетике, огромные успехи всегда были в течение других лет, но сейчас это не является приоритетным отраслям, не то, что нам неинтересно, потому что сейчас мы, ну, сходу не добьемся там значительного прорыва нового бизнеса, нового в эфире, потому что там уже достаточно высоко, а в АПК мы считаем, например, что мы можем добиться... То есть приросток вашей доли сейчас вам интересен приросток? А либо прирост, либо проникновение новыми продуктами в отрасли, то есть, ну, какую-то отрасль, например, кредитовали и делали расчетное обслуживание, осознали, я условно говорю, что оказывается в этой отрасли огромный рынок, там, для факторинга, торгового финансирования, там, supply chain finance, кошмарный и так далее. И задача все это, конечно, предоставить все эти сервисы клиенту. Если это чуть не серьезно, я с таким чувством сказал проникновение с новым продуктом. Я представил сотрудника Альфа-банка в темных очках в капюшоне, который пробирается за проходной завода со свертком, с упакованным новым продуктом. Банковским продуктом. Наши сотрудники все-таки намного более открыто к клиенту приходят, пытаясь все-таки ничего подсунуть, а понять, что клиенту нужно и предложить ему именно это. В этом и цель специализации на отраслях, понять, что нужно в каждой из отраслей, какие продукты нужны, чтобы именно эти решения научиться делать банки максимально эффективными и предлагать их клиенту. Я вот не знаю, как на самом деле это реализуется, но даже Террис очень ценен, потому что многие из моих коллег-банкиров, они считают, что они гораздо лучше знают клиента, что ему надо, они не пытаются понять, что надо клиенту, они просто приходят и объясняют, что тебе надо... Есть список услуг, которые вам нужно... То-то-то... Нет, вот это как раз достаточно распространенное заблуждение, что у нас есть список услуг, и мы их продаем. То, что мы сейчас пытаемся донести в первую очередь до наших людей, и, как кажется, нам это удается, это то, что мы продаем как некий список услуг, которые есть как паточка клиентского менеджера, а мы пытаемся понять потребность клиента и так или иначе ее решить. То есть вы готовы даже создавать? Мы даже создаем. Не то, чтобы готовы создавать, мы создаем. Это уже издержки. Но они того стоят. А вот по поводу того, что стоит, опять же, статьи, какой-то числовой показатель можете назвать? Допустим, в 2015 году. В чем вы измеряете успех вашей стратегии? И стоит они того или нет? Какой показатель и какой он должен быть? Ну, смотрите, я, в принципе, один из показателей назвал. Мы говорим, что банк хочет быть одновременно и большим, и эффективным. Большим – это с точки зрения объема бизнеса. Мы говорим, на каждом из рынков мы хотим иметь 5% рынка. Для примера, в прошлый год мы на рынке кредитования входили на уровне 2,7-2,8. Ну, вопрос к методике расчета, конечно, но по той методике, которая у нас принята, примерно на уровне 2,7-2,8. Год мы заканчиваем на уровне 3,2, может быть, 3,3 и так далее. Соответственно, такими тэпами за 3 года до 5% вполне можно дойти. Мы по кредитному портфелю выросли в среднем в 2 раза больше рынка. Долгарное выражение выросло примерно на 19%, но почти на 40%. Ну, я ровно это сейчас и посчитал, ну, то есть, с учетом вашего прироста и роста рынка, получается, вы двойные. Да. И считаете, что вы сможете поддерживать это 3 года подряд? Такие тэпы. Вы знаете, мы уверены в том, что сможем поддерживать такие тэпы. Скорее идет вопрос о том, готова ли экономика как бы такими тэпами, да, и не соберем ли мы плохой рост? Есть ли? Очевидно, такое опасение есть. Такие споры, обсуждения внутри банка есть. Но, вы знаете, есть определенная уверенность, учетом того опыта, который у нас есть, и качества анализа, которые мы имеем. Есть уверенность в том, что мы не соберем слишком плохой рынок. Очевидно, там, качество может быть чуть-чуть ухудшится. Ну, очевидно, при таком темпе рост, а дефолтность не может быть нулевой. Но, в целом, мы вполне комфортно с ожидаем и качеством рост. Наш гость сегодня Илья Поуз, замедленный представитель управления Альфа-Банка. По вашему собственному мнению, по прогнозам Альфа-Банка, будет удлиняться срочность кредитов, повышаться доступность инвестиционных денег, каких-то для не очень больших предприятий, с оборотом от 10 до 100 миллионов долларов. То, чего на сегодня, мне кажется, у нас совсем не хватает. Ну, вы знаете, если посмотреть не только на российский опыт, но, если говорить про меньшие из названных цифр компаний, там 10-20 миллионов долларов, но ведь этот бизнес по-настоящему успешен, кредитование этих клиентов по-настоящему успешно, ну, очень мало где. И в Европе банки несут огромные потери на этих сегментах, да, собственно, везде. Да, развеячи с других стран тоже самое. Ну, я не видел по-настоящему успешной модели, как бы, кредитования малого и среднего бизнеса в долгосрочном плане. Понятно, что на цикле роста у всех все хорошо, на цикле падения у всех все плохо. На долгосрочном горизонте, как бы, этот бизнес, ну, не самый успешный и устойчивый. Поэтому мы сейчас говорим, в первую очередь, про акцент того, что мы готовы кредитовать этих клиентов. Нам это интересно. И в том числе есть программа долгосрочного кредитования. Но это точно не в приоритете датинг, как можно больше другого сервиса и удовлетворить другие услуги. Я просто сегодня еще раз с одним коллегой общался, тут мы уже, ну, с крупных частных банков. И разговор о проекте одного клиента, дашь денег на строительство нового завода, он очень быстро был ответ нет. Ну, потому что вот неинтересно и не нужно нам это. Где взять эти инвестиционные ресурсы, как бы думали? Никуда податься бедным средним компаниям. Вы знаете, меня, конечно, тоже очень беспокоит этот вопрос. Я всегда вас не очень беспокоит. Но, наверное, в целом, как гражданин страны, а не как менеджеры частного банка. Ну, здесь видна некая очень прагматичная позиция. То есть, я знаю, где много лет знаю, что я человек очень разумный, прагматичный. Ну, и Альфа-банк у нас отличается, всегда отличался тоже очень прагматичной позицией. Эта позиция была всем продемонстрирована в 2009 году. Когда стали известны последствия кризиса, стало понятно, что у практически всех предприятий проблемы с обслуживанием долгов. Банки всегда вели по-разному. Банки, можно называть социально ответственными, государственными, еще какими-то, шли на реструктуризацию, промокацию кредитов. И я знаю очень много примеров, когда это было сделано правильно и эффективно. Например, нашу юрозийскую банку. Мы не выкручивали руки, мы помогали клиентам выйти из этой ситуации. Позиция Альфа-банка была примерно такая. Проблемы негров, шерифы не волнуют. И нужно погашать кредит, погашайте. Все остальное, ну, где возьмите деньги, тоже нас не очень волнует. Ну, я, может быть, сколько-то утрирую, поправлюсь. Это не так, да. Но, во всяком случае, на рынке сложилось такое мнение. То есть, он очень многих клиентов, мы это слышали. Скажите, ну, во-первых, да. Другая точка зрения, мнение расхожее. Вы как-то чувствуете, что банк боятся? Были какие-то после 2009 года последствия? То есть, какие-то клиенты ушли? Или... Ну, я понял свой вопрос. Очевидно, что этот вопрос на протяжении последних трех-четырех лет не первый раз поднимается. Ну, на мой взгляд, позиция жесткая и прагматичная в первую очередь относительно тех клиентов, с кем, ну, кто в первую очередь не хотел договариваться. Во-первых, я напомню ситуацию, как она выглядела в тот момент. Вы знаете, для меня одним из ярких впечатлений, так сказать, от того времени было, когда мне позвонил один из моих старых друзей и говорит, ты знаешь, получил статистику очень интересную. Темпы падения промышленного производства в стране месяц к месяцу, то есть декабрь 2008 к декабрю, к ноябрю 2008, за всю историю наблюдения статистики в стране было хуже только один раз. В декабре 1941 года, когда часть этой промышленности просто оказалась, так сказать, в руках другого государства, так сказать. Вот примерно такой темп был в начале девятого года, чтобы понять, какая была ситуация. Вот. Я в самом очень волновых ситуациях участвовал, где была и позиция жесткая, где была и позиция направлена на реструктуризацию, и таких кейсов очень много. Очевидно, что в публичность в первую очередь вышли те истории, когда клиенты возмущены жесткой позиции. Скандальные истории, которые всегда интересны журналистам. Конечно, они раздутся огромным образом. Хотя, вы знаете, часть из самых крупных скандалов, которые в газетах на нескольких полосах разворачивались, они закончились более чем мирно, когда мы с клиентом становились срочно становились партнером, а заведением полного объема бизнеса, ну, например, группа компаний «Прода», с которой достаточно шумный был конфликт, но при этом по результатам конфликта мы стали, на долгое время сейчас нет, как бы, не настолько, скажем, крупнейшим и кредитором, и партнером по всем оборотам и так далее, переглядывал все остальные банки практически, да, как бы, и в итоге мы пришли на те договоренности, с которых мы начинали. Очевидно, что когда к нам приходил контрагент и говорил, вы знаете, у меня планы на следующий год, цитата, мы говорим, как ваши дела, мы переживаем, все хорошо, мы будем покупать вот это, мы будем покупать вот это, у нас вот это, у нас все плохо, а кредиты, а кредиты мы возвращать не будем. Простите, но как же, ну, кредиты мы вернем когда-нибудь позже. Вот с такой позиции появлялась, так сказать, встречная жесткая позиция, можно назвать жесткой, можно назвать прагматичной, да, но как бы одновременно был ток вкладов, да, и эти вклады надо было возвращать, не объяснять, ну, извините, я тебе говорю, бабушке устойки, что я не могу вернуть кредит и депозит, потому что некая другая компания решила продолжать развитие и не возвращает кредиты, ну, тоже спор находит. Не секретно, не скромно, конечно, как это называется, были перегибы на местах и были ситуации, когда мы ошибались и говорили, нет, были. Ну, еще раз, я для этого начал с того, что, как бы, какая была ситуация, да, и когда мы говорили, окей, мы не верим в этот бизнес, кажется, он не выжил. И такое было, да, и… Давайте его уже сами… Нет, как бы, цель была другая, цель была, мы сами говорили, окей, есть срок кредита, давайте гасить, потому что для нас не очевидна стратегия менеджера и акционера, как вы будете выходить в сложной ситуации. Либо нам не хотели объяснять, либо не было понимания, что часто была, потому что ситуация тяжелая, люди сами не понимали, какую в этой ситуации ситуация. Но в этой ситуации, как бы, мы пытались решить, какая-то проблема, которая есть у нас. Ну, и вот, последний, коротко, то есть отразилось, да? Вы знаете, очевидно, что в момент девятого года падение и объема клиентов, и объема кредитов было, но в тот момент для нас это было скорее целью. В течение девятого года, ну, там, до середины девятого года мы себе ставили задачу снижения кредитного портфеля. Большинство клиентов, не говорю сто процентов, большинство клиентов, с кем были сложные отношения тогда, сейчас нормальные отношения, включая там крупнейшие корпорации. Мы строим бизнес, мы понимаем друг друга. Те клиенты, которые были, ну, скажем, видели в стороне из этого, да, как бы большинство случаев говорят, что да, окей, мы понимаем, что ваша позиция жесткая, но она объяснима, прагматична и она предсказуема. В отличие от многих других, ну, дабы не упоминать, как есть, да, у многих ситуация, которая была менее предсказуема, это может быть чуть более сложно для клиента, чем наша позиция. Последний вопрос у нас будет, можете какую-то сделку назвать наиболее интересную, важную, значимую за прошлый год? Вы знаете, наверное, конкретную сделку назову, для меня скорее важна такая тенденция с точки зрения, просто мы в начале разговора упоминали, какие-то инвестиции, развития. В течение этого года, как минимум, несколько сделок было, которые для меня особо приятные цены, когда в в разных городах страны. Относительно, ну да, скажем, не суперкомпании, как вот среднего размера компания, с курочкой 100, 200, 300 миллионов долларов, вкладывают деньги в дальнейшее развитие. Они, кто-то строит в следующую очередь заводы, и мы это финансируем, кто-то выкупает, ну там, менеджер, который на 25% владеет заводом, выкупает 75% у крупного холдинга, ну, потому что верить в эту часть бизнеса для крупного холдинга это, ну скажем, не профит. И он верит, и планирует развивать этот бизнес и так далее. И для меня вот это определенный такой позитив, что такие клиенты и люди есть, и они не единичны. Их не сотни, ну, среди наших клиентов не сотни мелких, ну, средних клиентов, которые стремятся развить бизнес там, строительством, либо покупкой, выкупом бизнесов. Но такие есть, и это очень хорошо. Один процент? Больше. Больше. Я говорю, их не сотни, но единицы. Но только на скидку я с десяток таких ситуаций вспомнил. Ну, я очень разделяю этот подход. У меня единственное, что очень расстраивает то, что, с моей точки зрения, даже как человек, работающий в институте развития, должно быть ежедневной рутиной, является неким сделками, о которых вспоминать как о чем-то особенном. Я свою... А меня радует, что вы хотя бы запоминаете. Задут за дачу, буду считать хоть как-то выполнен, когда это станет уже какой-то рутиной и приобретет. Ну, это будет массово. Давайте радоваться, что при той экономике, которая у нас есть, в фоне, в общем, у нас такие люди есть. У нас в стране есть предприниматели. Есть, они стремятся развивать бизнес, и можно только радоваться и гордиться, что мы их сами знаем. Слава Богу. Илья, спасибо большое за ваш интересный рассказ. Последний вопрос. Интервью с кем из коллег вы хотели бы посмотреть? Посмотрели бы с удовольствием? Ну, с кем-то из руководителей ваших. Ну, опять, команда, если говорить про Альфу, она всегда очень интересная. Она достаточно открытая. Я знаю их позиции, мнений и топ-менеджеров, и акционеров. Поэтому здесь ничего нового. Их коллег. Но всегда интересно, как развиваются конкуренты, да? Кто, кстати, ваш конкурент главный? Я не могу сказать, что у нас есть какой-то главный конкурент. То есть вы вне конкурентов? Давайте поясню. У нас есть некое видение. Как мы себя видим, мы называем себя самый большой из быстрых и самый быстрый из больших, говоря про банки. А вот в этом смысле мы сервисом и скоростью конкурируем с большими и, как нам кажется, удачно. И, очевидно, размером, ценой и масштабом конкурируем с мелкими и быстрыми банками. Кажется, тоже удачно, судя по показательным результатам, в том числе, в предыдущие годы. Поэтому я бы не выделил кого-то конкретно по именам, да? Всегда интересно посмотреть, как люди строят бизнес аналогичнее. И, конечно, интересна история успеха каких-то крупнейших, при этом, по возможности молодых предпринимателей. Ну, например, название какого-то, скажите, с коллег, вы сказали, конкурентов. А вы пройдитесь, так сказать, по самым успешным предпринимателям, тем, кто как можно молодым. Мне кажется, это дает определенный драйв молодым людям, которые сейчас там заканчивают институт или только начинают бизнес-сайли, становятся менеджером. У них нет такого драйва. Они хотят работать в Газпроме или в Альфа-банке, ни за что не отвечать. Я уверяю, что есть все-таки люди, которые еще драйв свойственные. Ну, давайте им помогать. Тогда спасибо вам большое, что нашли время и пришли. Спасибо вам. В гости программы сегодня был Илья Пол. Заместитель председатель управления Альфа-банка. Пересмотрите и перечитайте его интервью. Можно также на нашем сайте www.sustu.ru Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова